На этом месте еще полгода назад был пустырь. Сейчас современная детская площадка со всеми удобствами. Жители 34-го многоквартирного дома по улице Балкоева, где и находится новый объект, мы здесь не застали. Но именно они в октябре прошлого года, дозвонившись в студию в ходе программы на национальном ТВ-муниципальный час, попросили благоустроить территорию. И власти города решили не тянуть этим вопросом. Организована парковочная зона для автотранспорта, также организована зона для отдыха и досуга для старшего поколения. И также установлена детская игровая площадка. Ну, соответственно, и лавочки установлены, урны и уличное освещение. Точно такой же объект для самых юных появился во дворе дома на пересечении улиц Асканово и Джабагиева. Здесь обстановка более оживленная. Пока мальчики охотно делятся своими впечатлениями, девочки облюбовали качели. Администрация. И так далее. Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Детская площадка пришлась по душе всем ребятам. Играть сюда приходят детвора из соседних дворов. Им местные только рады, ведь помнят, как самим приходилось искать площадки даже на других улицах. Средства на возведение детских площадок администрация города изыскала, приняв участие в конкурсе инициативного бюджетирования муниципальных бюджетов. Он проводился Министерством финансов республики. По результатам поданных наших заявок мы заняли лидирующее место и соответственно нам было выделено денежные средства в размере 1 миллиона рублей с Министерства финансов республики Ингушетия. И соответственно там по требованиям необходимо провести и софинансирование в размере 20%, что было предусмотрено в бюджете муниципального образования. И также участие в размере 5%, участие граждан. Вот эту комплексную работу мы совместно провели с населением, с учетом возможности местного бюджета и с учетом выделенных денежных средств мы получили то, что мы сегодня наблюдаем. В ходе программы муниципальный час к мэру Карбулака обратилась и одна из жительниц улицы Астраханская с просьбой установить опорные столбы линий электропередач. Ранее провода свисали, соприкасаясь с кровлей домовладения, угрожая жизни и здоровью людей. Поставили три столба, заменили провода. Также в студию Национального ТВ дозвонились жители улиц Степная и Карачаевская, которые и пожаловались на качество электроснабжения. В главе города были такие обращения о необходимости замены трансформаторного подстанции, который здесь расположен. Раньше здесь стоял трансформатор мощностью 100 кВт, соответственно, ввиду того, что это микрорайон, новый микрорайон. Здесь идет активная застройка, частная застройка и по мере подключения абонентов мощности не хватало. Соответственно, в вечернее время граждане на себе ощущали слабое напряжение, соответственно, и свет, и так далее, и бытовые приборы не работали. И вот по результатам обращения главой было дано поручение рассмотреть возможность замены данного трансформатора подстанции. И по результатам этого проведена работа на замену 400 кВт трансформатора на подстанции. Программа «Муниципальный час» выходит в эфир с осени прошлого года, в ходе которой наша коллега, ведущая Рина Цичоева, приглашая в гости глав и представителей администрации городов и районов, ведомств и министерств, озвучивает острые и наболевшие проблемы жителей. Уникальный проект национального телеканала дает возможность гражданам задавать свои вопросы в прямом эфире. За время съемок в студию дозвонились тысячи жителей. Их чаяния, услышанные вопросы, многих рассмотрены и уже решены. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магаз-24.